привет всем свозила тут свою уже четвертую группу в стольный град парижа как обычно есть масса впечатлений с некоторыми из которых я хочу с вами поделиться я выкладывал небольшие такие короткие рассказы на странице в соцсетях но сейчас я такой небольшой под итог конкретно данной поездки первое с чем я уже сталкивался на самом деле но в этот раз это было просто какой-то катастрофой это еда казалось бы париж это столица мировой гастрономии все французы помешаны на кулинарии я могу сказать что я даже у себя в номере смотрел вечером переключал канал и смотрел что там вообще по телевизору показывают и было политическое шоу политическое ток-шоу сидели эксперты обсуждали ситуацию с макроном а на заднем фоне кто-то что-то готовил ну для нас это не мыслимо для французов это совершенно в общем-то нормально и ну то есть в этой связи ты должен прийти в любое заведение тебя должны накормить ну как минимум сносно дело в том что поскольку я вожу группы правда я специально вожу в не сезон поэтому мне гораздо проще но тем не менее все равно у нас вот в прошлый раз была проблема в первый день вечером пойти сесть в ресторан потому что мест тупо не было но я там заприметил одно место называется писатели и оно было хорошо тем что там на втором этаже есть такая отдельная комната куда мы все вот так вот вот за стол отлично вписывались и в этот раз я специально попросил свою коллегу жанну забронировать столик там понедельник на 7 часов вечера мы туда пришли нас посадили все нормально началось с того что этот прекрасный человек гарсон ну вообще гарсонами их лучше называть париже на месье треть заказа просто он либо я что-то перепутал либо просто не принес это касался всех позиций причем на сказать что средний чек там под вечером ну такой я не могу сказать что прям адские да не 100 евро ну так евро на 40 можно спокойненько так по минимуму покушать мне принесли курочку я всегда там стараюсь курицу заказывать по крайней мере в первый день она была это что вы пережарено она была узнаете черная вот просто углями покрытая баклажаны с которыми это все преподаю преподносилось были точно такими же и я не выдержал говорю миссию это как бы по вашему нормальному грида да 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 сепарфе то есть это вот собственно так только то как оно и должно было быть я вооружившись ножом соскабливал вот это вот черный черный слой и что-то там насчет поел ну и попал очередной раз на самом деле в париже если вы едите вам автоматически приносят две вещи это хлеб и воду как афду это называется у них графин такой с водой это абсолютно нормальная ситуация я забыл сказать слово кахов то есть графин я просто попросил воды на принесли воды естественно но за деньги ну в общем-то по парижским меркам небольшие но в общем-то для нас если переводить в рубли то вполне такая опять таки приемлемая была сумма это не тот рекорд как мы попили один раз за 700 рублей бутылочку воды в москве в ресторане рядом с трубной площадью но тем не менее то есть везде тебе это нормально на сами туристическая столица тем более январь месяц где они просаживаются надо как-то выживать конечно же надо со всех посетителей содрать как можно больше зашел огонек один из зрителей канала микробиолог оказался мы списались вконтакте он спросил буду ли в париже я сказал что буду и назначил ему место встречи как конкретно в этом ресторане и он вообще сказал что он там уже три с половиной года зарекся ходить в любые французские заведения он если бы бургеры причем вычислил определенные места либо национальную кухню потому что все остальное это полная г на самом деле и в общем-то в первый вечер я готов был с ним абсолютно согласиться потому что все что нам принесли кто-то заказал там у них есть такое понятие пля джюх это собственно блюдо дня как бы например там был ягненок люди сказали отвратительное было мясо ну то есть все было просто вот понимаете вот это французская кухня на следующий день уже пошли я знаю что рядом с эфелевой башни вообще лучше не есть это все там туристический трэш но прошли подальше туда к дому инвалидов там такое заведение ля терраса да ля терраса то есть терраса такое очень оригинальное название потому что вы наверное в курсе что найти едальню во франции без террасы ну будет вам крайне сложно там всегда какие-то столики-стулики на улице стоят все забронировал я это место сам уже позвонил по телефону потому что мы поперлись на эфелевую башню народу было практически ничего тем не менее потратили все равно полтора часа на этом ну что там в трех местах надо в очереди постоят пусть маленькой но постоять я вот чувствую мы опаздываем опаздываем а я забронировал на час и вот нужно бежим бежим я влетаю и он с распростертыми объятия у меня прям узнал говорит поля я на имя поле на еще не буду поверь поле да я пуль все нас усадили приходит человек причем разговаривал и по-английски даже по-русски немножко но я с ним по-французски общался и я смотрю он ничего не записывает я говорю а мессио вы то есть на свою память полагаетесь он говорит да я говорю вы знаете у нас тут уже были случаи в париже когда нам треть заказа просто попутали на что он так скинулся в город и сказал вы не в париже а в седьмом округе в ресторане ля терраса ну я сказал окей мессио в итоге да надо сказать что забыл там буквально одну или две позиции по сравнению с предыдущим вечером это был тотальный успех был проверенный ресторан на площади дофина уже второй раз там действительно было вкусно это написано аля мизон то есть домашняя домашняя кухня действительно все было вкусно не первый раз там обеду ну хоть одно какое-то место было проверенное и вот здесь возникает вопрос ну то есть ну какого хрена я могу сказать что мы здесь в тоталитарной россии уже достаточно избалованы на самом деле сервисом и все такое прочее у нас реально люди могут заказать скандал если им принесут не то или прочее им все это заменит на самом деле во франции это было заменили просто это я такой я никогда не скандалю ну то есть чтобы мне вот за заказать и скандал я не знаю что мне сделать я как-то вот знаете еще с таким уж не знаю может быть это постсоветский менталитет может это просто я стал пофигистом с годами но тем не менее вот у меня есть всякая черта. Естественно, завтрак я пер с собой, это был геркулес растворимый, потому что в данном случае я уже не мог его негде сварить, ибо, ну, вот это пяти дежене, то, что там у них называется завтрак, они там жрут булки с кофе, ну, там джемом их мажут, и как бы вот это нормальный завтрак. А учитывая то, что дальше ты потом все равно жрешь там мясо, булки и так далее, сыр тот же самый божественный абсолютно, то приходится все перед собой. И я уже написал, что я вернулся и набросился на творог. Есть во Франции творог, он и в Штатах есть, он там называется, я уж не помню, как он называется, но это не творог, на самом деле это такой у нас пресный сыр получается, да. Ну, про гречку я вообще молчу, но это, собственно, нормально, понимаете, что то, что едят, например, в Париже, а, скажем там, ну, поесть улиток, это не то, чтобы у них распространено, они сами в основном устрицы едят, но, в принципе, могут и улиток поесть, их выращивают специально такие большие бургундские улитки, у нас, например, это не пользуется, да, мягко говоря, спросом. Ну, то есть, в каждой избушке свои погремушки, здесь никаких претензий нет. Но были, конечно же, и положительные стороны, чушь там, ну, во-первых, как бы тут у нас минус 20, а там плюс 2. Ну, деревья в зеленых листочках, понимаете, трава на газонах, ну, че вам еще надо? Я так просто там щебетал от счастья от этого. Или вот, например, пошли в музей Гюго на Вандомской площади. Дело в том, что он бесплатный. И на самом деле уже такое было. Нас пару раз пытались не пустить группы, потому что, чтобы идти туда группой, нужно заранее резервировать место. Поскольку это был январь, то я не стал ничего резервировать. Мы пришли, и они сразу, уже на входе, там сначала проверяют, через рамку вы проходите. Типа, у вас есть резерв? Я говорю, нет, ну, это же январь, конец месяца, ну, трафика нет, точнее, он минимальный. Мне сказал там человек на входе, афроамериканец, как обычно, афропарижанин. Он говорит, ну, да, но в августе я бы вас не пустил. Говорю, ну, сейчас не август, но о-ля-ля, о-ля-ля. Прошли туда, там, второй кордон. Там хоть бесплатный вход, но надо все равно билеты получить. Тетки, значит, а вы в группе, с группой? Я говорю, да, мы с группой. А вы тут главные? Я говорю, да, я главный. Ну, вот надо резервацию. Я говорю, ну, ребята, ну, камон, ну, как бы, ну, говорит, ну, хорошо, хорошо, хорошо. А вы будете что-нибудь там рассказывать, говорит она? Я говорю, где? Там, наверху? Я говорю, нет. Говорит, потому что иначе вам надо бы заплатить еще 30 евро, это называется друа-до-пароль, то есть право на проведение экскурсии, лицензии, как об этом мы сейчас назвали. Я говорю, нет, нет, не буду ничего рассказывать. И все, они не пустили. Вы представляете, я в музей в наш прихожу и говорю, да, это моя группа, я не буду ничего рассказывать. Ну, то есть никуда, никуда меня, естественно, не пустят, скажут лицензии нет, туда. Я уж там про какой-нибудь терминтаж вообще молчу. Здесь, пожалуйста, зашли, спокойно все провели. Совершенно потрясающий случай со мной случился уже в один из вечеров. Я поехал на Монмартр, потому что доложили мои прекрасные экскурсанты, что там можно по карт-навиго, карт-навиго это такой проездной на неделю, может купить, может на месяц, но нам-то на месяц нафиг. И он на все виды транспорта и даже до аэропорта действует, если на 5 зон покупаешь. Я поехал, потому что они сказали, что на фуникулер он действует, который на Монмартр. Еду, смотрю, а там, короче, это Мажанта, по-моему, называется, проспект улица, и сплошные такие магазины арабо-французские, и там какие-то адовые скидки на костюмы. А мне давно нужен костюм не для того, чтобы носить, а вот именно такой, знаете, на сцену. Ну, там на какие-то мероприятия ответственные. Я вышел, захожу, я причем, ну, поскольку я сам работал на опрашке, это такое, знаете, у нас, кто не из Питера, злачное место в самом центре Петербурга, такой просто Стамбул, помешанный с Вьетнамом. То я знаю, что даже когда тебе скидывают, они все равно на этом наживаются, очень серьезно. Я это все понимаю, но если переводить, например, эти цены на наши, то, ну, скажем, там висит костюм там за 16 тысяч рублей. Ну, где вы купите у нас, я имею в виду, смокинг? Я зашел туда, он мне сразу такой, ага, говорит, что нужно? На вечеринку? На что? Я говорю, ну, допустим, на вечеринку. Он говорит, давай смокинг. Я говорю, ну, давай смокинг. Он говорит, ты из Германии? Я говорю, не, я не угадал. Я говорю, из России. Все, сразу же. Девушки самые красивые. Говорит, а откуда? Я говорю, из Петербурга. О, Зенит, отличный клуб. Ну, тут как бы, что? Сердце мое расплылось. И, в общем, короче, он мне все, вот там, рубашечку, это вот, все, вот это все, жилеточка. Я говорю, ну, 200 евро. На самом деле, если там пойти дальше, поискать, я уверен, что там можно купить это за 100. Но я, так сказать, посчитал, сколько это в рублях. Я говорю, ну, нормально, чувак. Пошел платить, и на кассе, значит, мне еще бабочку там выдает, на кассе сидит другой. Смотрит на меня, говорит, что, из России? Я говорю, да. И 20 евро меня так возвращает. Я выхожу, ну, как тут не полюбить этих арабских барыг и прекрасный стольный град Париж. Очередной раз убедился, ну, и с этим сталкиваюсь и в Москве, и в Петербурге, и в Москве в основном, да, то есть показывает, что вот здесь происходило то-то-сё-то, и тебе говорят, господи, тут мемориальная доска или еще что-то. А я тут ходил там годами, или я ходила тут очень часто, а я не знал. Значит, пошел туда уже за Гар-Лазар, ну, в общем, за территорией между двумя вокзалами, Сен-Лазар и Северным, и Восточным, соответственно, пошел там погулять. И смотрю по Google Maps, какой-то очень интересный двор там прямо обозначен, двор d'Orléans, орлеанский двор. Думаю, дай зайду, захожу туда внутрь, а там, короче, такие доски, тут Шопен, тут Санд, Жорж Санджело, тут какой-то Серж Иванов, я о котором ни слуху, ни духу, а он, оказывается, писал там портреты и папой, и, значит, и даже великого князя Кирилла Владимировича, в общем, у него целый спектр клиентов был. Ну, и выхожу, а там еще при входе такая общая надпись вообще, что здесь происходило. Почитал историю, и смотрю, тут такая сожил Александр Дюма со своей любовницей. Я думаю, ну, а где же доска-то, потому что я вообще Париж-Дюма исследую. Я говорю, где же доска, где же доска. Пошел искать, смотрю, нету нигде. Баба стоит, курит, я говорю, девушка, вы как бы не видели здесь доску с Александром Дюма? Говорит, нет, а что, он здесь жил? Я говорю, да, ой, а я и не знал, я тут работаю столько лет, бла-бла-бла, а вы откуда знаете? Я говорю, ну, я гид из России, я уж не стал говорить, что я прочитал там на входе так, просто понтанулся и пошел дальше. Ну, то есть, как обычно, мы не замечаем вот просто всего того, что находится у нас там под ногами или в данном случае там на стенах. Если говорить про кухню и все такое, то, ну, в нем конкуренции, безусловно, это французский сыр. То есть, ты покупаешь любой сыр в магазине, ну, рядом был рынок, я и на рынке покупал в магазине, и, в общем-то, на самом деле все. Твоя жизнь удалась конкретно вот в течение ближайших нескольких часов, потому что ты покупаешь этот сыр, ты покупаешь багет, и ничего лучше на свете нету. Ну, лично для меня. Это просто божественно. Ну, и под конец, что касается всех этих желтых жилетов и так далее. У меня будет еще отдельный выпуск, потому что мы сделали опрос, там, возможно ли во Франции революция. Дело в том, что мне было очень много комментариев, я это повторю еще в одном из выпусков, что когда я говорил, что, ну, вот Париж, он на самом деле не горит, он там горит где-то локально, но все это чушь и пропаганда. Мне писали, а вот там показывали и по телевизору, и блогеры многие. И дело в том, что еще раз хочу сказать, Париж и Франция конкретно, у них это национальный вид спорта. Вот это ГРЭФ, да, и более того, мы с одной из группы, например, парочку наблюдали. Желтые жилеты, они уже потихонечку выдыхаются, потому что, ну, их там принимают очень хорошо. И когда ты выйдешь и поскачешь, а-ля-ля, когда тебе там по спине дубинка постучат, то у тебя как-то пыл пропадает. И вот самый прикол заключается в том, что есть места, где прошла эта желто-жилетная толпа, ну, видно, порезвились. Надпись вот эта, которая на арке звезды Макрон уходи, она до сих пор, ну, не замазали, я не знаю, стерли, но ее можно прочитать, если напрячься. То есть, видна. Острым взглядом можно рассмотреть. Но, вот, как вот, освещение, да, у нас меняется, так и меняется общественное настроение. Конкретно вот в данный момент, когда я здесь в Петербурге записываю этот выпуск, в Париже происходит марш совершенно других людей, я не знаю, как их назовут. Желтые, ой, не желтые, господи, красные шарфики или красные повязки или красные банданы, фиг его знает. Значит, я об этом узнал совершенно случайно из новостей, что есть контрдвижение против этих желтых жилетов, более того, я списался с чуваком в WhatsApp и нашел его, он мне даже ответил, и я ему писал, что можно ли интервью у него взять, он мне ответил, и мы начали договариваться, и в какой-то момент он просто слился. Я уж не знаю, может, он испугался чего-то, я все-таки из России, может быть, у него, ну, в преддверии подготовки этого глобального события просто времени не было, но, в общем, не удалось мне с ним встретиться. Тем не менее, вот эта вот манифестация против желтых жилетов в настоящий момент идет в Париже, они должны были собираться на площади республики и идти до площади Бастилии. Это такой стандартный маршрут для большинства протестующих. Вообще, чтобы вы понимали, там есть просто вот такие локации, где они постоянно, собственно, и бузят. И все уже про это знают, и есть просто, например, напротив арки, на площади звезды, там есть здание, и там решетка, а под решеткой такая, знаете, сетка, на которой, ну, сетка рабица, как мы это назвали бы, да, чтобы защищать окна. То есть уже так намертво туда это впаяно. И вот это Франция, то есть там сначала шли манифестации в поддержку однополых браков, следом пошли манифестации в защиту традиционных семейных ценностей. И вот там, пожалуйста, очередной пример. С одной стороны, чем бы для тебя не тешилось, лишь бы не работать, а с другой стороны, они тем самым, на самом деле, добиваются своего. Не всегда, но в большинстве случаев. Это такая форма диалога с властью. Во Франции это абсолютно все, ну, приемлемо и, можно сказать, устаканено уже веками. И вот опрос, который мы сделали, он наглядно показал, что, ну, никакой революции не будет. Это никакой не Майдан. Это, ну, просто тот национальный вид спорта. Да, в этот раз гораздо более жестче. Я прочитал, что 10 жертв, 10 убитых было в итоге. Но это все равно не выйдет за рамки каких-то местных волнений и так далее. Поэтому заявлять, писать в комментариях мне, что сейчас там во Франции происходит революция, и вот сейчас, сейчас оно все начнется. Но это просто от незнания как самих французов, Франции, так и вообще всей этой ментальности. Не все об этом писали, конечно же, но очень много мне было таких, вы знаете, поправочек после одного из выпусков в моем блоге. В конце хочу сказать, что следующая группа поедет в конце марта в Париж, а затем уже в конце октября, в ноябре и в декабре. Если у вас есть желание присоединиться, то пишите, я вам вышлю все подробности. И, возможно, я еще подумал, возможно, я буду формировать две группы в Амстердам и в Берлин. Ну, это, по крайней мере, те два города, где я что-то могу рассказать. Соответственно, я вышлю, адрес указан там. Спешу напомнить вам, что 3 февраля в Петербурге состоится лекция реконструкции Сталинской Москвы, 9 февраля она же в Москве. И дальше в Петербурге пройдут две лекции «Тайны Невского проспекта» по воскресеньям в 15.00. Ссылки на все встречи есть в описании под этим выпуском. Также спешу напомнить, что 2-го в Москве, а 3-го в Нижнем Новгороде, речь идет про март, такой концерт-творческая встреча Остросоциального ансамбля, ну и, собственно, творческая встреча со мной в 19.00 начало. Тоже ссылки на группы есть в описании под этим выпуском. На этом все, дорогие друзья. Оставляйте комментарии вот там. Увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok